26 июня во Дворце культуры состоялся фестиваль «Живая книга» в рамках реализации проекта межведомственного взаимодействия школьных и публичных библиотек «Читай, думай, мечтай». Участниками фестиваля стали дети, посещающие лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных организаций общего и дополнительного образования городского округа «Город Буй». Цель фестиваля заключалась в создании условий для раскрытия творческого потенциала обучающихся с использованием новых форматов продвижения книги посредством театрализации. Мероприятие проводится в рамках реализации проекта межведомственного взаимодействия школьных и публичных библиотек в рамках проекта «Читай, думай, мечтай». То есть мы разрабатываем совместное положение проведения мероприятия. Совместно мы реализуем это мероприятие, создаем условия для развития творческих способностей детей, их привития любви к чтению посредством новых форматов, посредством театрализации. Сегодня здесь был полный зал, присутствовали дети из всех пришкольных лагерей городского округа «Город Буй», в том числе и Дом детского творчества, Центр «Уникум». Все они представили замечательные постановки, постановки, которые они сами выбирали, сами полностью репетировали, и сегодня вот состоялась их премьера. В настоящее время происходит снижение интереса к чтению молодого поколения. Эта проблема приняла мировой масштаб. Школьникам все труднее читать и воспринимать тексты, в частности классические. Традиция чтения вслух в семье уходит из культуры. Визит читателей различных возрастов библиотеки является разовым и по острой необходимости. Возникшая в детстве нелюбовь к чтению и трудности при восприятии текста, как правило, сопровождают потом человека всю жизнь. На сегодняшний день доказано, что читающий человек – это культурный человек, социально защищенный человек – залог устойчивого социума, членом которого он является. Это мероприятие, оно уже не первое в рамках реализации данного проекта. Мы уже проводили открытие проекта в Центральной городской библиотеке. Все школы соглашаются на участие в данном мероприятии. И с большим успехом проходит каждое такое мероприятие. И дети заинтересованы, дети активны. Очень радует то, что волонтеры принимают участие в реализации нашего проекта с большим желанием. Это волонтеры из числа активных читателей городских библиотек. Сегодня вот у нас был мальчик-волонтер-ведущий. И ребят очень много, которые выступали сегодня для вас, они огромные молодцы. Почему? Потому что в столь короткий срок сделать что-то, какое-то представление, пусть же несколько минут, но они старались, они делали. И поэтому, я думаю, здесь ни победителей, ни побежденных не должно в принципе быть. Потому что ребята действительно от души делали, они стеснялись. Здесь где-то, может быть, да, проблемы были, не слышно было текст, но это не страшно. Было действие, были глаза, были искры в глазах, были улыбки, были ваши аплодисменты. Спасибо вам, ребята, что вы пытаетесь соприкоснуться с театральным творчеством. Это очень полезно, я вам честно скажу, что это очень полезно будет для вашей учебы в первую очередь. И для жизни тоже скажу, что очень будет полезно, потому что многие выпускники шоу-театра, которые даже обучались в Англии, которые работают военными, которые связаны со специфическими профессиями, всегда говорили, театральная школа очень во многом мне в жизни помогла. Честное слово вам скажу, еще раз аплодисменты и актерам, и вам. Дорогие ребята, дорогие педагоги, работники летних лагерей, сегодня состоялся у нас грандиозный, прекрасный праздник. Этот праздник проходит в рамках межведомственного взаимодействия в публичной библиотеке, городской библиотеке и в наших школьных библиотеках. И вы посмотрите, какое сегодня красивое, яркое, незабываемое мероприятие получилось у нас вместе с вами. Огромное спасибо всем тем, кто организовывал детей на выступления на сцене. Для многих это был первый дебют выхода на большую сцену перед такой большой аудиторией. И сегодня, говорим, ребята, вам огромное спасибо. Абсолютным победителем фестиваля в номинации «Гран-при» стала команда школы номер 13 имени Рудольфа Александровича Наумова с театральной постановкой «Домовенок Кузя». Участники фестиваля были награждены дипломами отдела образования в разных номинациях. Самой артистичной стала команда Дома детского творчества. В номинации «Успешный дебют» победу одержала команда Центра «Уникум». На пути к успеху ребята из 37-й и 9-й школ. Дипломами победителей в номинации «За творческий подход» были награждены команды школы номер 1 и номер 2. Победителями были все дети. Дети участвовали, дети активны, заинтересованы. И, конечно, хочется получить награду, хочется получить диплом. Победили все, каждый в своей номинации. Но абсолютным победителем, победителем фестиваля «Живая книга» в номинации «Гран-при» являлась обучающейся 13-й школы. Дети замечательно сыграли постановку свою. И очень радуют то, что дети с таким успехом принимают, что дети заинтересованы и принимают участие в нашем фестивале. Всех поздравляю с летом, с теплой погодой. Желаю вам крепкого здоровья, успешного, безопасного лета. Удачи всем вам!